Продолжаем изучать будущее время, и сегодня мы с вами узнаем, каким образом мы можем использовать Present Simple для выражения будущего времени. Present Simple – это у нас настоящее простое время, однако мы можем использовать это время для выражения будущего. Когда же такое возможно? Первый случай. Когда мы говорим о событиях, которые происходят по расписанию. Допустим, my flight leaves at 10 o'clock. Мой рейс вылетает в 10 часов. Как видите, глагол leave – уходить, улетать, уезжать – здесь у нас Present Simple, и тому подтверждение окончания S на конце. My flight leaves at 10 o'clock. Мой рейс вылетает в 10 часов. Term starts on the 4th of April. Семестр начинается 4 апреля. Опять, Present Simple, окончание S на конце. What time does the film start? В какое время начинается фильм? Опять, в вопросительное предложение используется вспомогательный глагол Present Simple, глагол do – окончание ES. What time does the film start? В какое время начинается фильм? It's my birthday tomorrow. Завтра мой день рождения. Мы говорим о завтрашнем дне, но так как день рождения – это определенный день в году, мы можем сказать, что он происходит по расписанию, то поэтому мы используем Present Simple. It is my birthday tomorrow. Завтра мой день рождения. Итак, как видите, во всех данных случаях мы вроде бы говорим о будущем времени, но так как все эти события – вылет самолета, начало семестра, начало фильма и день рождения – все, все события происходят по определенному расписанию, мы используем Present Simple – настоящее простое время. Далее. Present Simple также используется для обозначения будущего времени, если оно используется в предаточных предложениях. Ну, давайте проясним. То есть, предаточное предложение – это одна из частей сложного предложения. И эти предложения чаще всего вводятся союзами if, если, when, когда, before, до, as soon as, как только, unless, если не. Итак, это у нас союзы, которые часто используются для создания сложных предложений. На русском языке мы всегда используем в данном случае в обоих частях предложения и в основной и в предаточной – будущее время. В английском же языке мы используем Present Simple – простое и настоящее во второй части предложения. Допустим, пример. We'll have a picnic if the weather stays fine. Мы отправимся на пикник, если погода будет хорошей. В русском языке мы говорим, если погода будет. В английском же, после союза if, если, мы используем Present Simple – the weather stays fine. Weather stays. Видите, s на конце основного глагола остается. То есть, погода останется хорошей. Present Simple. We'll have a picnic if the weather stays fine. Мы отправимся на пикник, если погода будет хорошей. То есть, условия у нас, вот как раз предаточное предложение, условия здесь. И глагол в Present Simple. Союз – if. When I get home, I'll cook dinner. Когда я попаду домой, я приготовлю обед. Опять. When I get home. Вот оно, предаточное предложение времени. Союз – when. И Present Simple – I get. То есть, на русском языке мы говорим, когда я попаду. Используем будущее время. В английском языке, в предаточных предложениях, которые сопровождаются данными союзами, мы используем Present Simple. When I get home, I'll cook dinner. Когда я попаду домой, либо доберусь домой, я приготовлю ужин, а точнее обед. I'll leave as soon as it stops raining. Я уйду, как только дождь остановится, либо дождь прекратится. Опять. As soon as – это у нас союз. Как только. Далее у нас идет предаточное предложение времени. То есть, как только дождь прекратится. И it stops. То есть, it у нас местоимение заменяет тут дождь. It stops. Он прекратится. Окончание as у основного глагола символизирует, что данный глагол у нас находится в Present Simple. Итак, видите, везде в предаточных предложениях, условных, значит, времени, мы используем Present Simple. И вот именно в этом заключается особенность английского языка. Поэтому запомните эту особенность. Очень часто в таких предложениях люди делают ошибки. Я думаю, что вы этих ошибок будете делать по минимуму. В конечном итоге, когда привыкнете к такой структуре английского предложения, ошибки ваши вообще прекратятся. Итак, идем далее. Последнее будущее время, которое мы с вами разберем, это Future Continuous. То есть, продолженное будущее время. Мы с вами помним, что продолженные времена все формируются абсолютно по одной формуле. Глагол to be плюс основной глагол с инговым окончанием. To be – в нужном времени. Если у нас future – время, будущее, соответственно, глагол to be – в будущем времени у нас will be. И также, когда мы используем будущее продолженное время? Мы используем это время для описания событий, которые обязательно произойдут, если все пойдет так, как должно. То есть, мы всегда знаем, что определенные события должны происходить определенным образом. И как раз для выражения вот таких событий мы используем Future Continuous. Как раз для того, чтобы показать, что мы ожидаем, что события вот именно так должны произойти. То есть, вот это «если все пойдет так, как должно», это главная отличительная особенность использования вот такой формы будущего времени. Мы должны сразу отличить эту форму от других форм будущего времени. Мы с вами говорили, что мы можем сформировать будущее время с помощью модального глагола will, с помощью оборота going to, с помощью present continuous и даже present simple. Но у нас там определенная окраска времени придается. То есть, мы говорим либо о намерении своем, либо о решениях, либо о каких-то договоренностях, либо о выражении собственного желания. Future Simple все эти параметры отсекает. То есть, мы, используя Future Simple, никогда не говорим о намерениях, о решениях, о каких-то договоренностях или о желаниях. Мы именно используем его для описания событий, которые должны произойти так, как должны. То есть, когда все идет нормально. Ну, давайте обратимся сразу к примерам, чтобы нам стало все ясно. Вот наши примеры. We'll be going right back to the football after the break. То есть, мы вернемся сразу к футболу после перерыва. Допустим, трансляция идет, рекламный блок, и вот мы говорим. We'll be going right back. Мы вернемся сразу после перерыва. То есть, все знают, что рекламный блок всегда заканчивается и возобновляется трансляция. И если ничего не произойдет неординарного, все так и будет. И мы подчеркиваем вот эту ожидаемость события, которая произойдет как нужно, с помощью Future Continues. We'll be going right back to the football after the break. Как видите, глагол to be в будущем времени, will be, и основной глагол go с инговым укачанием. We'll be going right back. Далее, еще один пример. Don't worry about our guests. Не волнуйся о наших гостях. They will be arriving any minute now. Они будут с минуты на минуту. То есть, дословно, они прибудут в любую минуту. Итак, they will be arriving, опять же, глагол to be в будущем времени, will be, и основной глагол прибывать, arrive, с инговым окончанием. They will be arriving any minute now. Опять же, мы пригласили гостей, абсолютно уверены, что они прибудут, и если все пойдет как нужно, эти гости приедут. И мы подчеркиваем вот это ожидаемое событие, которое наверняка произойдет с помощью Future Continues. They will be arriving any minute now. Итак, Future Continues чаще всего используется именно в таком виде, в таком контексте, для отображения событий, которые должны произойти в будущем, если все идет по плану. Итак, сегодня мы с вами изучили Future Continues и методы его использования, а также, когда мы используем Present Symbol в настоящее простое времени, для выражения событий в будущем. Это события по расписанию и в предаточных предложениях. Проиграйте ролик еще раз и все повторите.